Мы вас поздравляем с этим прекрасным событием. Вручаем вам первый документ вашей дочке. Садитесь на рождение. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Главный документ Ведновчанки во втором поколении Марьяны Русаковой вручается ее родителям непосредственно в роддоме при выписке. В праздничный день собрались самые близкие родственники и друзья, которые не в силах сдержать эмоции. Мой самый счастливый день в жизни. Это прекрасный момент. Это моя любимая доченька. Она немножко кричит и нервничает, тоже переживает. Это чудо. Приятным сюрпризом стал подарочный набор для новорожденных под названием «Я родился в Подмосковье», который с 1 сентября вручается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вес и размеры коробки внушительные. Здесь буквально все. От бутылочек и памперсов до одежды и игрушек. Подарки очень много вещей, которые включают в себя такие вещи, которые необходимы для ребенка в первый год жизни. И можно сэкономить время. То есть не бегать по магазинам, а уже это есть в наборе. И, конечно же, это большой такой плюс для любой мамы. С начала года в перинатальном центре появилось на свет почти 5000 маленьких видновчан. А с приходом осени, когда заработала программа, сотни родителей уехали домой с волшебными коробками. Право на подарок имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. По желанию можно получить денежный эквивалент. Это 20 тысяч рублей. Губернаторская программа, в отличие от московской, имеет преимущество, так как у женщины есть выбор между выплатой и подарком. Большая часть жениц выбрали подарок после родов, так как он вмещает в себя много вещей, которые очень будут полезны. К тому же теперь в любом областном роддоме есть возможность оформить документы на ребенка. И это не только свидетельство о рождении, но и с НИЛС и ИНН. А еще можно, например, встать на учет в молочную кухню или записаться в детский сад. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.